Всем привет! Сегодня я хотел провести челлендж или вызов по-русски, каких сейчас много, это модно. И сегодняшний кандидат моего вызова это вот это вот нихреновое дерево брокколи. Или не знаю, но реально как дерево выглядит. Собственно, почему у меня тут исследование по поводу брокколи. Биодоступность сульфорафана у людей после потребления свареной брокколи и сырой. И что доказали? Конечно, там всего 8 человек было, но в любом случае показали, что биодоступность сырой составляет 37%, а сваренной всего 3-4%. В итоге сказали, что более высокие показатели в плазме крови этого сульфорафана, соответственно, это вещество, которое выполняет антиканцерогенную, то есть противовоспалительную, противораковую функцию в нашем теле. И, собственно, цель всего этого челленджа будет после него. Так, проведению, пожалуй. Я буду засекать время на телефоне. Так, здесь старт будет дан буквально в следующие секунды. И я снимаю на основную камеру. У неё есть такая привычка выключаться, так как она может перегреться, поэтому у меня есть дополнительная камера. Собственно, в чём будет заключаться челлендж? Это съесть вот эту, вот это деревце. Да? Охренеть просто. 830 грамм, по-моему. Я сейчас взвесил, срезал тут какие-то уже засохшие места. Всё-таки вчера я купил. И да, за какое время я это смогу сделать. Старт. Вода. Всё есть. Так. Вообще без понятия, что с этим делать. Не будем терять времени. Реально вкусно. Органик. Не то, что те пустые, которые я покупал на прошлой неделе. В турецком магазине. Твою мать. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Гусеница. Нужно осторожнее быть, блин. Иди сюда. Побудь пока здесь. Паутины свои тоже возьмем. Твою мать. Паутины свои тоже, блин. Паутины свои тоже, блин. Паутины свои тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, небольшая проверка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тринадцать минут прошло. Я читаю ваши комментарии. Вот что с деревцем случилось. Я думаю, что я одну треть, наверное, где-то максимум преодолел. Когда останется кочерыжка, если я до этого момента дойду, то будет легче. Так, камера уже показывает, что начался перегрев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я стараюсь хорошо прожевывать. Чтобы уместилось больше. Чурец пока нормально. Ну, думаю, что скоро будет, как у бодибилдеров, да? Мышцы гореть. Может быть, руками помогать так. М-м-м, кстати, легче. Гусеницы, кстати, нашли мусор от барокли и уже едят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, камера остудилась. Время 21 минута. Вот такой прогресс. Если взвесить в граммах, 500 грамм. То есть я съел 330 грамм. Охренеть. Так, думаю, попробовать начать с кочерыжкина, что ли. Бо, потому что он полегче вроде. Кхе-кхе. Че-то нихрена. Для тех, кто будет делать этот челлендж, в следующий раз зеленую с кочерыжки нужно убрать, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, если я сделаю это, называйте меня брокколесипедист. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну все, легкая и пустная часть закончилась. Осталась вот эта хренатушка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всего-то ничего. Твою мать. Я сдохну, по-моему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом, я думаю, эксперимент, вызов закончить. Остались вот эти две штучки. То есть, основную часть я сожрал, а вот эта зелень, она не такая вкусная, хочу сказать. То есть кочерыжка. Если бы еще оставалась бы кочерыжка, я бы еще грамм 500, 400 точно съел, но это что-то мне вообще не идет. Посмотрим, сколько по граммам осталось. 230 грамм. Вот это я сегодня сварю к рису. 230 грамм осталось. Это значит, что я съел ровно плюс-минус пару грамм погрешности из-за весов. 600 грамм брокколи, да, и это мой вызов к тебе. Нет, на самом деле, блин, брокколи везде. Мне кажется, он сегодня мне приснится. Нет, кого я вызываю? Выбираю Михаила Вегана. Нет, не покемона. А вот этого блогера. Хватит жарить, поджаривать, пережаривать. Давай брокколи. Вот этого Мартынов. Не помню, как его по имени зовут. МС Деловой. Тебя вызываю. Так, потом. Кого еще знаю? Я имею в виду из тех ютуберов, которые делают видео часто. Часто и на Вега спорт тему. Чего-то я больше никого не знаю. Подскажите в комментариях или сделайте хэштег. Поделитесь видео с тем, кому вы желаете таких же приключений на свою голову. На голову брокколи. Это по-немецки, по крайней мере, называется брокколи-копф. То есть, голова брокколи. Да, и собственно, какую цель преследует этот челлендж. Хочу собрать внимание к проблеме употребления канцерогенных продуктов. В 2016 году, когда многое, очень многое известно. Сигареты, алкоголь, жареные вещи. Какие-то фритированные, трипл-фритированные, квадро-фритированные. То есть, несколько раз в масле и так далее. Переработанные мясные продукты. Мясные продукты, в принципе. Молочка, яйца. То же самое. То есть, те вещи, от которых можно либо полностью отказаться, либо сократить до минимума, минимального минимума. Вот я, например, пойду в ресторан. Там, что такое, блин. Определенно будут какие-то, возможно, фритированные вещи. Но, допустим, чипсы в этом году я вообще не ел. То есть, вы понимаете, да? Без фанатизма. То есть, можно отказаться, на самом деле, никаких проблем. Если вас тянет, опять-таки, нафритированные, жирные. И такие вещи, возможно, стоит проконтролировать в неделю-другую поступление калорий. Возможно, вы употребляете слишком мало и потом ограничиваете калории. И потом у вас такой взрыв. Это вроде болемии называется. То есть, бинч-итинг. Вы срываетесь и ешьте там очень много и очень много всякого дерьма. Потому что не можете контролировать себя. Поэтому ограничивать калории смысла особо не имеет. Вот, собственно, мой челлендж подошел к концу. Хорошо, что подошел к концу. Потому что вот эти последние, вот эти вилочки... Было уже реально сложновато захавывать. Так, и посмотрим, через 2 или 2,5 часа уже все усвоится и более... Вокруг меня люди будут излечиваться от рака. Нет, на самом деле не в этом польза каких-то отдельных растений или отдельных приемов пищи. Вот я сегодня поел там одну брокколи, там одну какую-то капустку и так далее. Нет, на самом деле весь трюк в том, что вы делаете это постоянно, на постоянной основе, каждый день. Да, и время, которое у меня было. Сейчас я пока болтал. Оно продолжало идти. Ну, скажем, сколько я? Вот 6.30. Я считаю, после ката сразу перестал есть. То есть, минус 6 минут. Это будет 35 минут. Сейчас 42. Почти, в общем, 35 минут. За 35 минут 600 грамм. Вот мой вызов тебе. Бум. Да-да.